Автомобили, самолеты, мотоциклы, аэропорты и вокзалы. Сегодня это наша повседневность. Без транспорта невозможно представить ни дня. Мы приехали в Московский автомобильно-дорожный университет, чтобы узнать, как готовят специалистов транспортной сферы. Это ТОП ВУЗ, я Евгения Черноскулова и мы начинаем. Мне, как и любому студенту, важно знать историю появления университета для того, чтобы лучше понимать все происходящее внутри. В случае МАДИ решающим фактором стало отсутствие дорог, нехватка организации движения, примитивная дорожно-строительная техника, недостаток специалистов по ремонту и эксплуатации транспорта. Все это требовало срочного перелома ситуации. Нужны были подготовленные специалисты. Так в 1930 году был основан МАДИ. Ну, студенты наши, это наша гордость. Студент МАДИ всегда узнаваемый. Что они в итоге получают? Прежде всего, безусловно, это образование. Образование, которое им дает ВУЗ, которому уже почти 100 лет. Образование очень серьезное, в разных направлениях, и оно действительно по праву считается высшим. Студенты, проходя через процесс обучения на наших глазах, они меняются. Когда первокурсники приходят в ВУЗ, они, в принципе, ничего не знают. В каждой учебной группе назначаются уже заранее обученные кураторы из лица студентов второго и более старших курсов. И сразу же студентов вводят в курс того, что вот 343 кабинет, это непосредственно правком, куда можно прийти, и тебе, в принципе, помогут абсолютно со всем. Начиная от того, где находятся кабинеты столовы, заканчивая, как получить материальную поддержку, либо же официальную стипендию. Ну, помимо того, как я сказала, что в МАДИ можно получать хорошее образование, очень важно, чтобы была насыщена студенческая жизнь. Это действительно очень-очень волновало меня, когда я поступала. В МАДИ вот одна из лучших первичных профсоюзных организаций, в принципе, в Москве. То есть мы конкурируем с очень сильными первичками. И здесь это вот целая огромная движуха, которая развита и которая развивается каждый день. Поэтому вот, что касается внеучебной деятельности, здесь очень большой потенциал, это все очень классно развито. Здесь все работает для того, чтобы обучение было качественным и комфортным для студента. Есть множество лабораторий и мастерских, позволяющих улучшать практические навыки прямо в университете. Любое производство начинается с идеи проектирования и сборки. В МАДИ есть объединение студентов, которое так и называется «Формула МАДИ». Ребята участвуют в соревнованиях и разрабатывают собственные гоночные болиды, где главное – это не скорость, а качество разработки. «Формула МАДИ» – инженерная студенческая команда, созданная в 2005 году. Конструкторы, механики и дизайнеры разрабатывают уникальные гоночные болиды на электрической тяге. За время существования команда разработала болиды с двигателем внутреннего сгорания, болиды класса «Гибрид», а также первые болиды в странах СНГ с несущей конструкцией монокок и электрической тягой. Я всегда студентам говорю, что ваше решение будет правильным, если оно будет красивым и вам будет нравиться. То есть не самое главное, чтобы вы учли все прочностные расчеты. Кроме этого, должна еще быть составляющая, которая нравится человеку. Вот если внешне это красиво, то уже это имеет право на существование, потому что такой проект будет жить. Если он типовой, он неинтересен, несмотря на то, что прочностным он требованием натворяет. И вы знаете, я иногда бываю очень удивлен, когда ребята приносят решения неочевидные, потрясающие. И когда начинаешь общаться с ним, то выясняешь, что для того, чтобы это решение получить, он просмотрел гигантское количество проектов, гигантское количество фотографий, решений и отобрал самое лучшее. Вот это очень достойно уважения. Мне, как студентке, важно знать, что будущее после университета имеет перспективы. И с МАДИ возможности выпускников практически безграничны. Университет предоставляет шанс прохождения практик, стажировок, совместных разработок новых программ обучения и проводит карьерные мероприятия. Прежде всего, это реализация организации подведомственной, например, таким предприятием и ведомством, как Росавтодор. У нас очень тесные связи, например, с государственной компанией «Автомобильные дороги». Постоянно мы с ними в контакте. У нас очень много студентов работают там еще, будучи в процессе обучения. У нас очень хорошие связи с организациями подведомственными, Роскосмосу, Росатому, Минпромторгу. Мы всегда приветствуем, чтобы студенты, если они имеют такое желание, были трудоустроены на неполную занятость хотя бы или на удаленный доступ еще в процессе учебы. Подойдя к выпускной квалификационной работе, у них будут очень неплохие компетенции, которые не только теоретические, но и подтверждены практикой. Кроме того, у нас очень серьезно развита международная служба. И наши выпускники, они очень часто востребованы организацией зарубежных стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья. Ну а перечистить все организации, очень серьезно с нами работающие, наверное, практически невозможно, потому что их очень много. Это и Мосгортранс, и московские организации, и организации других городов, регионов. То есть здесь довольно большой список будет. Здесь студенты МАДИ знакомятся с устройством автомобиля на практике. И сейчас мы попробуем повторить все то, что происходит во время технического осмотра, проверки соответствия всех систем автомобиля правилам безопасности. Поехали! Конечно же, здесь, в МАДИ, одним из моих студенческих заданий стал техосмотр. Один из важных этапов в производстве любого средства передвижения. А проверяла я следующие части. Тормозные системы, рулевое управление, внешние световые приборы, шины и колеса. И, конечно же, двигатель. Все это дело непростое, однако я справилась. Вот мы убедились, что в МАДИ все по-настоящему. Все системы автомобиля проверены. И лично я для себя убедилась еще в одном. Как же будет выглядеть технический осмотр, но уже когда я отправлюсь на него на своем авто. Следующий этап – тестирование. И чтобы отточить свои навыки вождения и понять, как водитель будет действовать в той или иной ситуации, мы пришли в лабораторию по изучению психофизиологии поведения водителей. Максим, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, где мы находимся. Ну, это лаборатория, которая в первую очередь посвящена оценке состояния водителя и его реакции на различные нестандартные дорожные ситуации, а также его восприятию различных элементов информации, с которыми, скажем так, он может столкнуться как при движении на самой автомобильной дороге, так, в общем-то, и внутри автомобиля. А как это фиксируется? Допустим, вот сидит водитель, так же, как и я, и на экранах идет картинка. И как фиксируется поведение и психика водителя? На водителя девается ряд датчиков, в том числе это трекинг взгляда, то есть это очки, с помощью которых мы можем оценить, как долго, куда смотрит водитель, на что акцентирует внимание, непосредственно на что, может быть, не обращает внимания из тех вещей, на которых должен обратить в процессе движения. Часто ли студенты приходят в эту лабораторию, что они здесь делают, наглядно, наверное, изучают то, что прошли, изучили в лектории? Да, конечно, это лаборатория активно используется в учебном процессе и для лабораторных занятий, как закрепление, так сказать, практических навыков, так, в общем-то, и в дальнейшем при написании различных дипломных работ, потому что, фактически, это тоже некая экспериментальная часть, которая позволяет доказать, что их решения и предложения действительно релевантны и могут дальше пойти в жизнь. Так, ну что ж, теперь попробуем поехать. Этот автотренажер быстрее осваивают люди, которые не имеют прав. У меня хоть и есть права, опыта вождения вообще нет ни одного года, но практически получилось освоить упражнение движения по прямой. Все кажется очень просто, вот когда вы смотрите это сейчас, но на самом деле я, находясь здесь, могу вам сказать, что малейшее движение руля буквально на один миллиметр перемещает машину просто с сумасшедшей скоростью, поэтому тут нужно поймать баланс. Мне кажется, у меня получилось. Вот мы и переместились в одну из лабораторий МАДИ, и не знаю, как вы, но я только сегодня узнала, что, оказывается, асфальтовое покрытие — это не просто какая-то смесь, это особый состав, который разрабатывают ученые, в том числе здесь, в МАДИ. Поэтому мы облачаемся в специальную униформу и будем узнавать, смотреть, как же это все устроено. Сейчас мне разрешили принять участие в одном из этапов создания асфальтового покрытия — это подготовка образцов для дальнейших испытаний. Вот такая вот сложная машина, и попробуем, что из этого получится. Начинаем перемещать, и включаем пилу. Перемещаем назад и смотрим на то, что у нас получилось. По-моему, все просто идеально. Идеальная линия, и образец готов к испытаниям. Никита, скажите, возможно ли когда-нибудь придумать идеальную формулу дорог так, чтобы они не разрушались никогда? Она уже есть. И ее, именно эту формулу, изучают все студенты дорожно-строительного факультета в нашем институте. Мне кажется, это звучит классно, вдохновляюще. Надеюсь, что этот заряд вдохновения и энергии сейчас передастся будущим абитуриентам, студентам. Ну а мы идем дальше смотреть, что же еще есть МАДИ. Мы на факультете логистики и общетранспортных проблем. Сейчас учебный день подошел к концу, поэтому здесь нет никого из студентов. Но мне разрешили посетить эту интерактивную, необычную аудиторию и попробовать все то, что делают студенты практически каждый день. Логистика – важная вещь не только в транспортировке, но и в жизни любого человека, а особенно студента. Так, изучив способы перемещения чего-либо из точки А в точку Б, я с легкостью смогу применить эти же знания и на практике, так как логистика – это целый способ мышления, который позволяет рассматривать проблемы в совокупности, с наличием между ними взаимных причинно-следственных связей. Если говорить с точки зрения того, как ты смотришь на мир, как меняется твой взгляд, естественно, когда ты приходишь на первый курс университета, ты потихоньку осваиваешь какие-то знания, навыки, и потом ты начинаешь немного иначе смотреть на мир. Например, мои родственники, когда узнали, на кого я учусь, и прошествую там уже трех курсов, после этого они стали говорить, ну ты же у нас логист, значит ты загружаешь машину, давай рассказывай нам, как раскладывать коробки. И ты волей-неволей начинаешь это делать, потому что в рамках некоторых дисциплин ты этим занимался. То есть таким образом ты переносишь логистику в свою жизнь. А логистика, она на каждом шагу, и каждый раз ты с этим сталкиваешься, и каждый раз ты начинаешь уже обдумывать не просто с точки зрения обычного человека, как это устроено, а с точки зрения логистики. Ты пытаешься найти эти связи, подходы, немного сознание твое, безусловно, меняется. Традиции в МАДИ подстать университету. Ежегодно студенты участвуют в гонках, технических конкурсах и стабильно одерживают победу. Правда, есть традиции, которую я совершенно не ожидала услышать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Есть в МАДИ одна интересная примета и даже немного опасная. Если ты решишь посчитать все колонны, то тебя отчислят. Колонн, конечно, в МАДИ очень много, про какое конкретно это приметы я не знаю, но все-таки студентам лучше быть осторожнее. С отчислением понятно, но как же поступить? Да очень просто проявить желание и напористость. Есть разные способы подготовки. Университет тесно сотрудничает с 35 школами и лицеями, автомобильными и автодорожными колледжами, в которых ведется целенаправленная работа по профессиональной ориентации учащихся. А для того, чтобы убедиться в уникальности МАДИ, я спросила у студентов и работников, что же они думают о ВУЗе. МАДИ судьба уготовила совершенно удивительную миссию. И миссию, связанную с тем, какое влияние оказывают наши автомобильные дороги и вообще транспортные средства развитию нашей страны. С момента образования МАДИ постоянно уделяется внимание именно этим направлениям. А самое главное, МАДИ с того времени, когда он был организован, превратился в совершенно огромный образовательный центр, спектр специальностей, которого охватывает уже давно не только транспорт наземный. Достаточно легко видеть, что мы охватываем практически весь транспорт. Вот это вот, наверное, самая главная миссия. Миссия МАДИ определена в подготовке, прежде всего, высококлассных специалистов. И мне очень приятно ответить, что работодатели о МАДИ никогда не говорят, что ваших выпускников надо переучивать. Если говорить об университете в целом, ну, наверное, для большинства студентов МАДИ, МАДИ становится вторым домом. У нас есть большое сообщество выпускников МАДИ. И фразы, которые говорят наши деканы на выпускном, на вручении дипломов, что МАДИ – это одна большая семья, и выпускники МАДИ всегда друг другу помогают. Поэтому можно сказать, что это мой второй дом. Я здесь обрела множество интересных знакомств, познакомилась с интересными людьми. Мне открылись новые перспективы в работе. Поскольку я занимаюсь не только преподаванием, но немного являюсь экспертом в консалтинговых агентствах. Поскольку я работаю с коллегами, они меня приглашают на свои мероприятия в качестве модераторов, экспертов. Поэтому МАДИ мне открыла все эти двери и позволила мне быть таким высококлассным специалистом в этой области. В школе обычно все иначе. И в университете ты не всегда знаешь, чем тебе заниматься, помимо учебы. В МАДИ у меня таких проблем не возникло. Активностей масса. Мне кажется, каждый найдет себе что-то по душе. Я вот уже второй год занимаюсь общественной деятельностью, являюсь активистом первичной профессиональной организации, обучающихся МАДИ. Для меня вот после переезда это поистине стало какой-то отдушиной. Масса знакомств, поездки, эмоций, опыт. За всю историю нашей страны выпускники МАДИ внесли огромный вклад в развитие транспорта. Причем самого разнообразного. От уже привычных автомобилей до ракет, покоряющих космические пространства. И сегодня, пообщавшись с молодыми и талантливыми студентами, будущими выпускниками, я узнала, что МАДИ подготавливает не просто технических специалистов, а людей, готовых менять целые сферы жизни населения в лучшую сторону. И ребята, и преподаватели придут на встречу. Всегда помогут, всегда можно будет постичь. И самое важное, человек, который закончит МАДИ, никогда не будет безработным. Дороги, транспортные узлы всегда будут. Мы все с вами перемещаемся по дорогам на автомобилях, и так будет очень долго. Проектирование автомобилей, создание автомагистралей – это сложные и ответственные инженерные задачи, от правильного решения которых зависит жизнь миллионов людей. Еще я убедилась, что это пространство для творчества и реализации собственных замыслов. Это ТОП ВУЗ. Я Евгения Черноскулова. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова